В эпоху тотальной Ленинеады каждый адрес Ильича было принято Отмечать мемориальной доской Не стал исключением и этот дом На фасаде которого мы можем прочитать Что здесь летом 1894 года Будущий вождь мирового пролетариата Выступил перед нижегородскими марксистами Хотя на самом деле Было бы логично повесить здесь доску В память о двух выдающихся женщинах Второй половины 19 века Сестер Сусловых Провозвестниц раскрепощения женского пола в России Старшая вошла в историю Как любовница и муза Достоевского Младшая как первая русская женщина-врач Кстати, отмечены в топонимике Нижнего Новгорода Современные девушки не представляют В какую счастливую эпоху они живут Родить вы в 19 веке, то сразу бы выяснили Что женщина не человек Она не могла получить высшее образование И устроиться на работу, отличную от швеи или прачки У нее даже не было Собственного удостоверения личности До замужеского она была вписана в паспорт отца После в паспорт супруга Появление женщины в политике Или науке было невозможным Но ведь кому-то надо было разбить этот стереотип В 1860 году в Изнестинском посаде Иванова Была основана фабрика Асафа Григорьевича Суслова По производству набивных платков Спустя три года к нему из Петербурга Приехал брат Прокофий Григорьевич Суслов Ставший паищиком фирмы Прокофий был бывший крепостной графов Шереметьево Который не просто добился вольный А стал управляющим всех его имений Что говорит о его способностях Передавшихся дочерям Поленьки и Наденьки Они родились в селе Панино Нижегородской губернии И отец смог дать им достойное образование Но, увы, фирма обанкротилась Нижегородский воротила Дмитрий Васильевич Сироткин О котором мы рассказывали в отдельном выпуске Не смог простить Суслову отказ о выдаче ему Дармовой рабочей силы Поскольку все деньги Прокофия были вложены в производство Сироткин скупил его долговые обязательства И предъявил самый ответственный момент Суслов попробовал взять дополнительный кредит Но встретился с картельным сговором местных купцов Организованным Дмитрием Васильевичем В итоге, чтобы не попасть в долговую яму Незадачливому предпринимателю Пришлось продать все свое имущество И перебраться к сыну в Нижний Новгород Его дочери были знакомы с Достоевским Но писатель влюбился в ополинарию Она не просто оставила след В судьбе нашего классика Этот след мы можем наблюдать в его романах Где главные героини ведут себя С нашей точки зрения не очень адекватно И где кипят такие страсти, что ой-ой-ой В ее дневнике Достоевской веды находят первые упоминания О замысле преступления и наказания 17 сентября 1863 года Поля и Федор обедали в Турине И он, глядя на девочку, сказал Ну вот представь себе, такая девочка Стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит Истребить весь город Всегда так бывает на свете Вот она, Карамазовская теория Слезинки ребенка в ее первоначальном виде К младшей сестре Аполлинарии Надежде Федор Михайлович относился С глубоким уважением В одном из писем, адресованных ей, он писал Я в каждую тяжелую минуту к вам приезжал отдохнуть душой Вы видели меня в самые искренние мои мгновения Главной целью для Надежды Сусловой стала медицина Я пожелала научиться этому делу Возможно больше и возможно лучше Писала она позже в воспоминаниях И мысль, что такое занятие в своем полном размере Обыкновенно не представляется женщинам Не могла уже остановить меня Действительно, когда в 1861 году Министерство народного просвещения Решил узнать мнение университетов о допуске к слушанию лекций Лиц женского пола То попечитель Дербского учебного округа Егор Федорович Братке Высказался следующим образом Я не могу признать женский пол по особенностям его конституции Умственным и душевным его качествам Неспособным изучать анатомию Ни приобретать юридические сведения И это было не единственное мнение В таком роде Однако Наде Сусловой было на него плевать В Петербурге она остригла волосы И выглядела нигилисткой Прям курсистка с известной картиной Ярошенко Как отмечала переводчица и мемористка Екатерина Ивановна Жуковская Ходила в каком-то черном шерстяном балахоне Перепоясанном ремниевым кушаком В таком виде она посещала лекции Медико-хирургической академии Профессора Иван Михайлович Сеченов И Сергей Петрович Боткин Разрешили трем женщинам прикоснуться К святая святых мужского мира Науке, в данном случае медицинской Но эта троица в юбках Настолько напугала высших чиновников Российской империи, что вход в академию Им скоро запретили Суслова, однако, не сдалась Вместе с двумя подругами Среди которых была Машенька Обручева Будущая жена Сеченова Она отправилась за границу В Цюрихский университет Который блестяще окончила в 1867 году Казалось бы, возвращение на родину Должно проходить с триумфом Триумф был, а вот признания ученых мужей Нет Новоиспеченному доктору пришлось повторно сдать экзамен Но она смогла вторично защитить свою диссертацию И стать первой в России женщиной-врачом С университетским дипломом Во многом благодаря ей в столице Российской империи Открылись первые женские фельдшерские курсы При Екатерининской больнице Еще в Швейцарии Надежда Прокофьевна Вышла замуж за своего коллегу По врачебному цеху Федора Эриксмана Который, по словам Сеченова Искренне полюбил Россию Но в дальнейшем их пути разошлись И это был очередной вызов обществу Еще не добившись развода Суслова жила гражданским браком с другим медиком Александром Голубевым Вместе они переехали в Нижний Новгород Вот в этот дом И на деньги мужа Который параллельно занимался торговлей вином И золотопромышленным делом Надежда Прокофьевна Открыла собственную гинекологическую клинику В дальнейшем она покинула Нижний Но в городе о ней хранится память В виде улицы в советском районе И вот этого деревянного дома На стену которого явно просится Еще одна мемориальная доска Возможно, ваш приезд И проявленный интерес к данному объекту Поспособствуют ее установлению С вами был гид Павел Перец И команда проекта Нижний 800 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова